Приехала в Игнолину, это небольшой такой литовский городок, несколько тысяч жителей. Здесь даже нет общественного транспорта, потому что он не нужен, весь город можно обойти так. Давайте посмотрим, какие достопримечательности здесь есть. Как мне рассказывали, здесь очень много озер, пляжей и вообще как бы радует туризм. Сейчас проверим. Этот центр города, здесь находится скульптура, которая посвящена легенде о том, как он был основан. Игнолину называют городом любви, по легенде, дочь князя Лина полюбила пленного крестоносца Игнаса, но их любовь оказалась очень трагичной, они погибли. И вот в честь этой любви и назвали город Игнолина. Скульптура, я бы сказала, необычная, целая история в ней рассказана, выглядит очень эффектно. Если пройти чуть дальше, здесь главная площадь фонтану свободы. Днем она может показаться скучной, обычной и неинтересной. А вечером фонтан подсвечивается и все выглядит довольно празднично. Здесь собирается местная молодежь, поскольку развлечься в Игнолине особо негде, то они любят вот приехать, включить музыку в машине, попить там пивка, потусоваться. Я видела здесь вывеску ночной клуб недалеко, но зайти туда я бы не рискнула, потому что, ну, оно выглядит очень странно все. Какая-то вывеска бумажная, не то тряпочная. И вообще мне показалось, что этот клуб не работает на самом деле. Может быть, так оно и было. Недалеко от площади и скульптуры находится очень живописный фонтан, прям в озере. И это место очень любят местные жители. Раньше для купания здесь не было особо ничего предусмотрено, поэтому, конечно, оно не было популярно. Но теперь здесь можно поплавать, понырять с моста, полюбоваться фонтаном. Вот так вот он выглядит вечером. Очень эффектно тоже подсвечивается. Птички еще поют. Классно погулять здесь. Отличный вид. Открывается с лавочек на берегу. Для любителей медитации это просто находка. Можно сидеть часами и не надоедает. В целом городок выглядит очень ухоженным. Дома все небольшие, максимум 5 этажей. Много одноэтажных, частный сектор. Но выглядят все классно. Новенькие, не какие-то там ветхие развалины. Многие из домов разукрашены прям картинами. Хочется остановиться и полюбоваться, что я, в общем-то, и делала. Самое высокое здание в Игнолине это, что меня удивило, это церковь. Причем она, на мой взгляд, выглядит очень необычно. Я сразу этот крест даже и не заметила. Просто казалось, что какое-то длинное такое сооружение, тянущееся вверх. И, естественно, привлекает внимание. Не знаю, пользуется ли она популярностью. Прихожан я там не видела. Но, может быть, это было связано с тем, что было лето. И людям не до церкви. Естественно, популярен здесь главный пляж. Вода очень прозрачная. Можно померять, покататься с водной горки, поплавать, естественно. Еще здесь есть место для барбекю. Ну, в общем, классно. Там еще есть такое оборудованное местечко, я так понимаю, чтобы нырять. И это тоже очень популярная штука у местных и приезжих туристов, наверное. Когда я там была, это вот местечко было все прям занято. И что еще меня удивило в Игнолине, это школьный стадион. Когда я только его увидела, естественно, сразу у меня возникли воспоминания, сравнения с Белоруссией. Как выглядят школьные стадионы в маленьких городах там, а поры даже и не в маленьких. Вы, наверное, представляете, но давайте я на всякий случай напомню. Вот так вот выглядят некоторые школьные стадионы в Минске. В целом, впечатления от Игнолина у меня классные. Жить здесь, конечно, я бы не смогла, потому что я больше люблю Движ. Здесь для меня было бы скучновато. Но для тех, кто ценит спокойную, тихую жизнь, природу, это отличное место. Здесь вокруг озера, их очень много. Можно пойти на главный пляж, где движуха там, и много людей, и все эти развлечения. А можно пойти в такое место, где ты будешь вообще один плавать, и это еще классно. Еще тут в лесу недалеко есть концертная такая площадка. И там летними вечерами устраивают всякие там концерты, гуляния. Ну, в общем, так вот развлекаются. В целом, я бы посоветовала съездить в Игнолину, очень милый, хороший, такой уютный литовский городок.